Акимобласти Гауестер Мухамбетов провел встречу с управляющим директором итальянской компании Просолспа. Она занимается производством кормовых дрожжей для сельскохозяйственных животных. Моя компания была создана 50 лет назад. Располагается неподалеку от Милана. Лишь Четыре компании в мире занимаются изготовлением кормовых дрожжей. Мы каждый год стараемся улучшить качество продукции, которую выпускаем. Совсем скоро эта продукция будет изготавливаться на территории специальной экономической зоны Кызылжар. Предприятие, которое будет ее выпускать, зарегистрировали в ноябре. Товарищество назвали Просол Беотек Казахстан. Строительство завода по производству кормовых дрожжей, их же используют при изготовлении комбикормов, начнется в 2024 году. Во всех вопросах вы от нас найдете только поддержку. То, что эта компания заходит именно в северный регион, зерносеющий, где очень сильно развито как растневодство, так и животноводство, нас это радует. Предполагается, что завод будет изготавливать 3000 тонн продукции в год. На предприятии создадут 40 рабочих мест. Сотрудники завода пройдут обучение на базе Кузыбафи Университи. Детали сотрудничества с местным альмоматом находятся на стадии согласования. Привлечение инвестиций, развитие сельского хозяйства, улучшение благосостояния людей. Такие цели стоят перед акимами районов области. За этот год в Мамлюцком районе привлекли более 14 миллиардов инвестиций в основной капитал. Значительную долю деятельности района занимает сельское хозяйство. В районе намолочено 232 тысячи, 200 тонн, 1000 тонн зерновых и 33,6 тысяч тонн масличных. В рамках повышения продуктивности полей внесено около 9 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 115 тысяч гектаров. На 182 единицы обновлен машино-тракторный парк. На сумму 5,2 миллиарда деньги. Процент обновления составил 5,2%. В селе Калугина завершили строительство молочно-товарной фермы. До конца года туда завезут 429 коров. На следующий год запланировано строительство еще двух ферм. Елена Степаненко добавила, что в рамках кредитования агропромышленного комплекса планируется инвестировать бюджетные средства в проект по рушению полей. Объем производства промышленной продукции составил 1,8 миллиарда тенге. И наибольшую долю в структуре промышленности занимает ТО Мамлюцкий мукомольный комбинат, который является основным производителем промышленной продукции. Произвел продукцию по итогам 10 месяцев на сумму 633 миллиона тенге. На улучшение состояния дорог внутри района на этот год выделено более 450 миллионов тенге. На эти средства отремонтировали участки Козелоскира-Раздольная и Белая-Щучья. На следующий год планируется продолжить работы на улицах Мамлютки, поселковых и республиканских дорог. Во второй части брифинга Елена Степаненко ответила на вопросы журналистов. Один из них – как улучшить жизнь в Мамлютке, чтобы из райцентра не уезжала молодежь. Чтобы молодежь оставалась, необходимо создать условия. Первое, прежде всего, это условия для проживания, то есть обеспечения жильем. В текущем году мы прорабатываем вопрос, изучаем потребность, изучаем возможность строительства жилого дома, ипотечного. Второй способ привлечь молодежь – организовать досуг и дать возможность заниматься спортом. Эта проблема тоже в числе приоритетных. Жизненно важным остается вопрос с питьевой водой. Планируется обеспечить все населенные пункты района важным ресурсом до конца 2025 года. 33 тысячи североказахстанцев из 217 сел области остались без света 18 ноября. Произошло это из-за непогоды. Перебои в подаче электричества были в 11 районах региона, включая Есельский. Его глава Мирке Мухаммедьяров во время ежегодного отчета о проделанной работе на площадке региональной службы коммуникации рассказал, как обстоят дела с подачей электроэнергии в районе на сегодня. Сейчас обстановка по подаче электроэнергии стабильная в районе. У нас в районе 1300 километров электрической линии опоры. Из них на сегодня изношено 90%. Работа сейчас ведется. На уровне Акимата области был рассмотрен. Этот вопрос постоянно на контроле. Случали на брифинге и другие вопросы. Журналистов интересовало, когда на трассе республиканского значения Петропавловск-Жизказган в районе села Явлинке приступят к ремонту дорожного полотна. Уже рассмотрено и одобрено. Начиная с Николаевка, в этом году со стороны Шалакана дошли до Николаевка. Теперь с Николаевкой до Покровки она уже предусмотрена и одобрена. Капитальный ремонт асфальтирования. В дальнейшем с Явлинка до Петропавловска она на рассмотрение. Акимисельского района прокомментировал ситуацию, связанную с ремонтом Амангельдинской средней школы. Соответствующие работы должны были провести в этом году. Но вынужденно их отложили на 2024-й. В этом году было предусмотрено 78 миллионов тенге на ремонт крыши Амангельдинской средней школы. Однако из-за сбоя порталов госзакупок у нас этот вопрос был до сентября месяца продлено. Затем, когда начался учебный год, невозможно было провести ремонт. В 2024 году в рамках программы Ауньель-Бесага в Амангельдинской средней школе отремонтируют крышу и заменят окна. На эти цели направят 127 миллионов тенге. В селе Тимирязево построят блочно-модульную котельную. Необходимый для этого проект разработан. Новая котельная заменит действующую. Ее износ приблизился к 100%. Требуют внимания и дороги Тимирязевского района. В 2023 году было реализовано два проекта по дорогам районного значения. Это средний ремонт автомобильной дороги Ишимская Аксуат 19 километров. В текущем году выделено 295 миллионов 370 тысяч тенге на ремонт автомобильной дороги подъезд в селу Хмельницкое. Внутри поселковой дороги в селе Докучаево завершены работы по среднему ремонту внутренних поселковых дорог по пяти улицам. В селе Тимирязево проведено работы по укладке асфальтобетонного покрытия протяженностью 6,7 километра. Актуальной остается проблема, связанная с доступом сельчан к чистой питьевой воде. Тимирязевский район обеспечивается живительной влагой по трем магистральным водоводам. Общей протяженностью 182 километра. Из 22 населенных пунктов 17 получают воду с Ишимского группового водопровода. В коммунальной собственности района находится 18 водонапорных башен. Протяженность разводящих сетей по поселкам 36 километров, в которых установлено порядка 90 водораздаточных колонок. Три населенных пункта вода из скважины и два населенных пункта вода с подвозом. В 2024 году в Тимирязевском районе реализуют проекты по текущему ремонту разводящих сетей водопровода в населенных пунктах Аксуат, Дзержинском, Хмельницком, Тимирязево, Москворецком. Об итогах и планах социально-экономического развития у Алихановского района на брифинге региональной службы коммуникации рассказал его глава Кариат Пшенбаев. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в Алихановском районе. Количество действующих субъектов предпринимательства в районе составляет 878. С начала года в районе открыли 5 объектов на сумму 28 миллионов тенге. В рамках программы масштабирования пилотного проекта повышения доходов сельского населения Аула Манаты подано 28 заявок. Сумма заявок составила 172,5 миллиона тенге. На сегодняшний день выдано 19 кредитов на общую сумму 138 миллиона тенге. Всего объем инвестиций в основной капитал составил 6,7 миллиарда тенге или 13% больше уровня прошлого года. Существенная работа проведена по ремонту областных районных и внутрипоселковых дорог. В результате ремонта работы дорог по важным направлениям районного значения, таких как Уэндрюш-Мурзагуль, Коктерик-Тоспажа-Аскайрат. И для реализации данных проекта выделено 730 миллионов тенге. Эти проекты двухгодичные. Завершены работы по среднему ремонту дорог областного значения Ахблах-Шкен-Николь на 680 миллион тенге. В целом, благодаря вышеуказанным проектам, доля автодорог районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии у нас составит 73,6%. По поручению главы государства продолжается работа по оказанию социальной помощи населению и снижению безработицы. С начала года трудоустроено 1175 человек. По проекту «Бастау-Бизнес» направлено на обучение 50 человек. Из них столько же получили соответствующие сертификаты. Государственный грант на реализацию новых бизнес-эдей получил 14 участникам на сумму 18 миллионов тенге. Адресная социальная помощь выплачена 56,7 в сумме 17 миллионов тенге. Главной проблемой остается нехватка медицинских кадров. Требуются кардиолог, врач общей практики, лор, хирург, офтальмолог и акушер. Всего с начала года в районе прибыли 6 врачей и 10 средних медицинских специалистов. Это Токушинский сельский округ. В нем живут чуть больше 2000 человек. Жители округа регулярно получают паевые выплаты. У нас в крестьянских хозяйствах Кокбары на сегодняшний день выдает 1000 килограмм напаи. Фермерские хозяйства лидер – 1050 килограмм. Кто кушает грейн и кто крафт аграм, один аграм у нас на сегодняшний день выдает по 700 килограмм напаи. Буквально в прошлом году у нас заключили социальное соглашение, где четко было указано, в каком количестве выдавать срок соглашения у нас действует до окончания срока аренды этих земель. Во всех сельхозформированиях Токушинского сельского округа сформирована фиксированная выдача паев. Мои паи находятся у Мамаева, как я ему лет 12 назад отдал паи, и проблем никаких никогда не было. Он начинает уборку и тут же раздает паи. Не ждет окончания уборки. Вот тонна 50 на паи. Вот у нас семья из 4-х человек, я, жена и двое детей. 4 паи, пожалуйста. Получая 4 паи каждый год, получаем всегда в сухую погоду по 700 килограммов. В принципе, неплохой такой урожай в этом году был. В прошлом году мы получили ячмень, вот, 700 килограмм за один пай. Я вот являюсь паищицей, у меня 4 пая моя семья получает, поэтому достаточно, как бы, ну, хватает, чтобы можно было прокормить какую-то, что-то, птицу там и так далее, чего-то. В этом году мы получили зерносмесь. Регулярно получаем паи. У меня 3 пая на детей еще. Ну, я не могу сказать никаких замечаний, потому что выдается все вовремя, сухое, хорошее зерно. Я раньше держала скоты, как бы, и пользовалась ими сама, сейчас я их продаю. Ну, как бы, не знаю, налька никаких нет, мне все устраивает. Жительница села Токуша Ольга Олейник паи получает регулярно. Женщина работает фельдшером в местной врачебной амбулатории. Несколько лет назад здесь провели капитальный ремонт. У нас в семье владельцем паи являюсь только я, у меня один пай. Пай у Каскербаева, Кайрахимовича. И никогда проблем нет, чтобы, ну, не получали. И раньше было, как он хорошо рассчитывал. Сейчас мы тоже каждый год мы получаем по тонне. Ну, это почти единственный, наверное, человек, который дает вот такое количество зерна. В Токушинском сельском округе трудятся социально ответственные предприниматели. В их числе представители ТО «Крафт Агра». На сегодняшний день заключено соглашение между пайщиком и ТО. В двух ТО у нас на сегодняшний день 482 человека. Выдаем 700 килограмм на пай. В этом году видите на смеси пшеница и чмень. Также в 2019 году выдавали в полном размере, в 20-м, в 21-м, в 22-м. Также, более того, помогаем кормами, сеном, отходами, фуражом. Также мы помогаем и жителям этого поселка, да, в социальной сфере, вот, возьмем этого года, да. Значит, по их просьбе мы оставляли солому, да, на полях, вот, где они могли вывозить, самовывозом. Вот, также помогаем школьным учреждениям, да, вот, финансовым моментом. В Токушинской средней школе учатся 274 учащихся. За последние несколько лет в сельский округ на постоянное место жительства переехало около 15 семей. Почти 32 тысячи квадратных метров отфили под овощи в тепличном комплексе ТО «Зеленый Север». Чуть меньше половины, а именно первое отделение, сейчас занято огурцами. Месяц назад здесь высадили около 34 тысяч семян из Голландии. Проанализировали поставщиков, производителей оборудования, технологии и выбрали для себя самый оптимальный вариант. Это голландская теплица, голландское оборудование, технология, соответственно, тоже голландская и европейская. Два года назад начали приобретение оборудования и строительство теплицы. Если сравнивать по оснащенности нашу теплицу, например, с теплицами в южных регионах Казахстана, где их десятки вокруг крупных городов находятся, можно сказать даже, что она более укомплектована, чем они. Это обусловлено климатом нашей области. Из-за низких температур и сильных ветров в сезон холодов, а еще из-за короткого светового дня, тепличный комплекс оснастили автоматической системой управления климатом. Ее показатели отображены на компьютере. За ними круглосуточно следит оператор. В теплице установлен капельный полив, многоконтурное отопление и подсвечивание. Сейчас рассада проводят под искусственным светом около 16 часов. Всего в теплице установлено почти 11 тысяч светильников. Кроме того, в ней есть система зашторивания, туманообразования. Она отвечает за влажность. Отдельно в теплицу подается углекислый газ для фотосинтеза насаждений. Отапливается комплекс за счет избыточного пара Петропавловской ТЭЦ-2. До 3 тысяч тонн овощей в год планируют выращивать в свои теплицы компания «Зеленый Север». Это огурцы, помидоры, а еще зелень. Попробовать готовую продукцию предприятия североказахстанцы смогут совсем скоро. Приобрести их можно будет на крупных рынках, а также в торговых сетях областного центра. Первый урожай – это примерно 70 тонн огурцов – теплицы получат к 12 декабря. Не привозные овощи, а выращенные на территории области. Совсем недавно о таком североказахстанцы могли только мечтать. Те же овощи, которые приезжают к нам зимой из Киргизии, из Узбекистана, они же выращены ровно в таких же условиях, что и у нас, по такой же технологии, в таких же теплицах. Но они едут к нам 7 суток в рефрижераторе. В каких условиях – непонятно. Как они хранились – непонятно. А здесь вчера этот огурец был на грядке, сегодня он будет на прилавке. Вот, пожалуйста, мы существуем, мы рядом. Мы решили, что мы откроем точку продаж прямо в теплице, чтобы у людей была возможность приобрести овощи без посреднических наценок. Если мы будем работать на полную мощность, мы покроем всего 30% от емкости нашего рынка. На полную мощность теплица выйдет в ближайшие дни. Второе отделение комплекса, оно почти в два раза больше первого, пока пустует. Но совсем скоро в нем высадят около 60 тысяч семян огурцов. Первый год работы в теплице будут выращивать только их. Для того, чтобы высадить зелень, к теплице пристроят небольшое дополнительное отделение. Инженерные сети построили нам за счет государственного бюджета. Это паропровод, источник тепла теплицы и линии электропередач напрямую от ТЭЦ. Тоже было построено за счет госбюджета. Общие вложения в теплицу непосредственно составили 7,2 миллиарда. 1,4 миллиарда – это собственные средства. И 5,8 миллиардов – это заим через СПК. У нас кредитовали на 8 лет по 4%. Сейчас на территории тепличного комплекса трудятся агрономы и 15 овощеводов. Предприятие заинтересовано в поиске новых специалистов. Теплица хоть и умная, но ручной труд здесь крайне необходим. Без него невозможно получить хороший урожай. Работа интересная, увлекательная. Мне нравится очень. Рабочий день начинается у нас с 9 утра. Мы приходим все, собираемся агрономам говорить задачи, цели, поставленные на день. И мы эту работу стараемся выполнить. Нам показывают, что нужно делать, как это нужно делать правильно. Теплица у нас очень красивая, очень замечательно, светло. Во втором отделении теплицы будут трудиться 30 овощеводов. Заработная плата на этой позиции доходит до 250 тысяч деньги. Трехдневный семинар для работников сферы ветеринарии стартовал в Североказахстанской области. Обучение пройдут около 40 специалистов. Лекции они прослушают на базе областного научно-исследовательского института сельского хозяйства. Здесь в этом году по поручению главы региона начала функционировать школа компетенции животноводов. С лекции сегодня выступят компетентные преподаватели аналитического центра экономической политики агропромышленного комплекса, Министерство сельского хозяйства, Североказахстанского областного ветеринарной лаборатории комитета ветеранов контроля и надзора, профессора и кандидаты ветеранов наук Североказахстанского научно-исследовательского института, преподаватели Североказахстанского университета имени Козубаева. Подобные семинары в области проводят впервые. В сфере ветеринарии в регионе трудится около 400 человек. Область нуждается еще в 67 специалистах. Кроме того... Начиная с 2011 года в наш северный регион, особенно в Североказахстанской области, более 40 тысяч голов крупнорогатого скота зашли. Такие страны, как Европа, такие страны, как Америка. Вот оттуда крупнорогатый скот заходит. И нам необходимо сегодня специалистов обучать тем схемам, которые они до этого работали. Со стороны государства сегодня оказывается большая поддержка по исследованию особо заразных заболеваний, которые происходят и среди животных, и людей. Семинар собрал начинающих, а также опытных специалистов. 27-летняя Валентина Ковтун приехала на обучение села Смирнова Каинского района. Девушка четвертый год трудится ветеринарным фельдшером. Полностью веду базу СЖ. Бывает, выезжаю на обработки, берем кровь. Так в основном работаю с документацией. Вот сейчас у нас чипирование на ветеринарной станции сделали. Мы чипируем. Есть программа Тамба. Если, допустим, украдут животные или потери животные, можно будет спокойно найти. Это очень хорошо, что есть семинары, что есть обучение. Я люблю познавать что-то новое. В совершающий день семинара все участники пройдут тестирование. После него им выдадут сертификаты. Число заболевших корью в Северо-Казахстанской области продолжает расти. На сегодня в регионе зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев. Об этом говорили специалисты на брифинге региональной службы коммуникаций. Среди подтвержденных случаев у нас по городу Петропавловск зарегистрировано 68 случаев, два случая в районе Мажан-Жумабаева, единичные случаи зарегистрированы в Ахкаинском, Айрталском, Мамлетском, Казаджарском и Нишамбульском районах. Среди подтвержденных случаев кори зарегистрированы три завозных случая. По возрастной структуре по области у нас наибольшее количество случаев зарегистрировано среди лиц 15 лет и старше, что составляет 49 случаев или 65%. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 26 случаев или 35%. Кори представляет огромную опасность для детей. Сейчас в детском инфекционном отделении с этим диагнозом находится 17 заболевших. Тяжелых случаев пока не наблюдается. О рисках и симптомах рассказала врач-инфекционист многопрофильной детской областной больницы. Заболевание опасно своими осложнениями. Осложнения в виде атитов, пневмоний, острых бронхитов, нефритов. Самое опасное осложнение это менингит и менингоэнцефалит. Кори начинается как обычная вирусная инфекция. Она проявляется температурой высокой от 39-40 градусов. Затем на 4-5 сутки появляется сыпь. Сыпь высыпает поэтапно. Начинается сыпь за ушами, вокруг глаз. И затем спускается на вторые сутки ниже до груди и затем нижней конечности. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 14 пациентов, из них четверо детей. За последние сутки госпитализированы 3 пациента, в том числе 2 ребенка и 1 взрослый. Специалисты напоминают, что самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний является вакцинация. Продолжается кампания по дополнительной иммунизации и вакцинации населения против кори по Северо-Казахстанской области. Начата данная работа. На сегодняшний день по области функционирует 256 привычных бригад, в том числе 86 выездных бригад для проведения иммунизации на местах. Вакцинировано на сегодняшний день по области 3540 граждан. Сейчас в регионе имеется 9159 доз вакцины против кори. Дополнительно подана заявка на приобретение 30600 доз. В нашу область они должны поступить до 15 декабря. Продолжение следует...